Раздел закона о парламентской оппозиции в Сенат разъясняли члены правящей партии Нур-Отан, депутат Мажелиса и председатель партии Акжол, провозглашающий себя оппозиционный. Азат Перуашев утверждал, что членам его партии на парламентских заседаниях создают различные препятствия во время выступлений. Законопроект подготовили по поручению президента Касымжимарта Токаева. В случае принятия, по словам Перуашева, он поможет в работе парламентской оппозиции. В результате законопроект сенаторы поддержали единогласно. По словам депутата Сената Сарсимбаи Инсигенова, в нем учтен международный опыт. Между тем, многие наблюдатели полны скептицизма. Некоторые задаются вопросом, почему законопроект появился только сейчас. Это не только что, но и следует в парламенте. из себя оппозиционной, общенациональной социал-демократической партии Казахстана, нет представителей в парламенте. Председатель партии не верит, что за законопроектом стоят искренние попытки демократизации. Даже если взять, к примеру, голосование по каким-либо значимым, резонансным законопроектам, поправкам в различные законы, к примеру, то же самое поправки по земельному кодексу, они же не выступали против. В парламенте, как таковой, я не считаю партии, которые там находятся, даже меньшинство, не считаю их оппозицией. В Нижней палате парламента Казахстана из 107 мест 84 принадлежат депутатам правящей партии Нур-Отан. Двум другим, Демократической партии Акжол и Коммунистической народной партии Казахстана, досталось по 7 мест. Зачастую ни одна из этих партий не выступает против законопроектов, предлагаемых парламентским большинством. Субтитры создавал DimaTorzok